МЧС распространила экстренное предупреждение до 2 мая в реках региона. Уровень воды может подняться до критической отметки. Из далекой Норвегии в Ярославскую область в Северной Европе найдена могила нашего земляка, погибшего в сентябре 44-го. У ярославских верующих страстная пятница. Дата считается самой скорбной в церковном календаре, а Великий пост усугубляется. Ярославль готовится к масштабному музыкальному фестивалю. Его арт-директор – звезда мирового уровня, маэстро Башмет. «Локомотив» продлил контракты со Степаном Никулиным и Русланом Абросимовым. Об этом форварды рассказали в эфире «Хит-ФМ Ярославль», гостями которого стали сегодня. Здравствуйте! В эфире «Время новостей» городского телеканала в студии Наталья Пилнова. Сегодня введен в эксплуатацию еще один проблемный дом в Ярославле. Трехэтажку на улице Стачек начали строить в 2017-м. Из-за организационных моментов, проблем с поставкой стройматериалов и сетевыми организациями, работы прекратились два года спустя. Дом включили в реестр областного департамента строительства. Потом он был взят под личный контроль губернатора Дмитрия Миронова. Застройщику оказано содействие в решении вопросов подключения объекта к инженерным сетям, выдачи необходимых допусков и справок. И вот теперь 18 участников долевого строительства могут получить свои квартиры. Ключи и документы начнут выдавать с мая. Застройщик готов выплатить дольщикам неустойки за каждый день просрочки. Мы с дольщиками со всеми на контакте, они здесь практически каждый день бывают, общаемся с ними, обговариваем те моменты по неустойкам, которые мы можем им предложить, прорабатываем вопросы благоустройства, то есть то, что дополнительно мы готовы им дать. С 2016 региональным правительством восстановлены права более 5,5 тысяч участников долевого строительства. Введены в строй 70 проблемных домов. В текущем году губернатор Дмитрий Миронов поставил задачу решить вопрос по 14 недостроям. С начала года мы уже помогли 200 дольщикам. По плану у нас с вами 14 домов. Вот это седьмой дом, то есть сегодня фактически экватор. Это середина нашего плана. Дальше у нас осталось еще 4 дома, по которым мы произведем выплаты. Там достраивать нецелесообразно через нашего инвестора. И 3 дома мы будем достраивать. Мэр Владимир Волков вместе с комиссией проверил сегодня состояние Волжской набережной и Стрелки. Особое внимание при осмотре плитки, лестницам и фонарям. Об этом градоначальник сообщил на своих страницах в соцсетях. Волков также отметил, что ситуацию с весенним половодием контролируют ответственные службы. Сотрудники Центра гражданской защиты регулярно проводят мониторинг территорий. По данным МЧС, уровень воды Волги постоянно колеблется, но до критического не доходит. Сейчас подтопленными остаются Тверицкие пляжи и Центральный накотрасли. Однако сегодня вечером МЧС распространило экстренное предупреждение о том, что до 2 мая как в Волге, так и в других реках области ожидается подъем уровня воды до опасной отметки. А еще сегодня мэр Ярославля провел очередную встречу без галстуков. Так называется формат, который устраивает городское профильное управление. Городоначальник общался с рабочей молодежью у одного из крупнейших предприятий Ярославля. Вопросы, которые поднимали ребята, касались благоустройства территорий, уличного освещения, питания в детских садах, ремонта старых физкультурных комплексов. Один из актуальных открытий дежурных групп в детсадах на майские каникулы. Многие семейных молодых работают в эти дни и им не с кем оставить детей. Владимир Волков решил вопрос на месте, связавшись с департаментом образования. По дежурным группам в садах. У нас везде открыты, на всех районах города. Все районы, все сады до единого открывают дежурные группы. Все до единого. 13 с лишним тысяч детей туда пойдут. Также молодежный актив предложил осуществить совместно с мэрией ряд проектов. В частности, создание в одном из городских парков игровой зоны по правилам дорожного движения для детей и проведение заводской акции «Ночь в музее на городском уровне». Мэр идеи поддержал. Очень много информации к размышлению, очень много конкретной информации от Владимира Михайловича мы получили. И у нас уже появились свои какие-то планы по реализации совместных с мэрией проектов. Есть ряд интересных проектов, которые мы, как Управление по молодежной политике, возьмем себе на вооружение и поможем молодежи, соответственно, реализовать их на территории города Ярославля. Опираться нужно всегда на молодежь, используя опыт старшего поколения в преддверии 1 мая. Очень приятно было с ребятами пообщаться. Обсуждались разные вопросы. Как всегда, встреча вначале начинается официально. Первый вопрос самый сложный, а потом уже не хотелось уходить, потому что затрагиваются все направления жизнедеятельности города. Это не первая встреча мэра Ярославля с молодежью. Например, в начале апреля городоначальник общался со студентами среднего профессионального образования. Волонтеры в Ярославле помогают голосовать за общественные территории, которые будут благоустроены в следующем году. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды привести в порядок» планируют Павловскую рощу, а также парки, судостроители и рабочий сад. Для каждого объекта два проекта благоустройства. Как будут совершенствовать представленные геолокации, решат ярославцы. Я проголосовала за проект на судостроителей. Я предложила арене за этот парк, потому что он мне больше всего понравился. И я бы, скорее всего, туда пришла с ребятами своими, посидеть, отдохнуть. Мне хочется, чтобы Ярославль был более красивым, благоустроенным. И чтобы люди знали о том, что могут повлиять на какой-то проект, в целом быть причастными к этому. Чтобы отдать голос за один из проектов, достаточно указать имя и номер телефона на планшете, который имеет каждый волонтер. Сделать это могут не только ярославцы, но и гости из других городов региона старше 14 лет. Выбрать, какой парк приводить в порядок, можно и дистанционно на портале госуслуги или онлайн-платформе «Формирование комфортной городской среды». Голосование продлится до 30 мая включительно. В каждом районе города есть объект, где базируются волонтеры и предоставляют доступ к голосованию. Волонтер все подробно объяснит и поможет вам поставить, подписать все и подробно расскажет, за что вы будете голосовать. Из далекой Норвегии в Ярославскую область, благодаря неравнодушию многих людей из далекой северной страны Санкт-Петербурга, Саратова и Баку, установлено имя нашего земляка, погибшего в сентябре 1944-го. Судьба пленного русского солдата связала многих современников и хотя прошло почти 80 лет, трагическая история продолжает волновать. Марина Смарагдова узнала подробности. Немец, который допрашивал первого военнопленного, внезапно подошел и начал бить его со всей силы. Но меня поразила и удивила реакция этого русского военнопленного. Он стоял, как стена, с гордо поднятой головой, не издавая даже малейшего звука. Татьяна живет в Норвегии. Однажды на кладбище она увидела памятник со звездой в удручающем состоянии. Она написала об этом в местной газете. За год с помощью неравнодушных людей из России и обращений в различные организации ей удалось восстановить имена захороненных русских солдат. Ими оказались ярославец Александр Калистратов и житель Баку Иван Александров. Первым в цепочке помощников стал полный тезка одного из солдат-журналисты Барт из Петербурга, тоже Александр Калистратов. В интернете он нашел село, откуда родом наш земляк. В администрацию позвонил, сказал, вот так и так ищут солдата. И попал на женщину, которая мне через час перезвонила, сказала, что есть родные Александра Калистратова. Майор Запас разделяет мнение, что война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Бакинские следы пока мы не разыскали, но мы знаем дату рождения, дату смерти этих двух человек. И знаем их имена и отчество, это уже большое дело. За несколькими строчками документа «Пропал без вести» в августе 41-го теперь возникла трагическая история одного из солдат Великой Отечественной в плену не потерявшего человеческого достоинства. Погиб он 8 сентября 44-го года. События произошли, описаны со слов норвежских местных жителей. Первые пленные начали поступать в Норвегию в августе 41-го. Всего 100 тысяч человек. К ним относились хуже, чем к животным. Александру Калистратову и Ивану Александрову удалось бежать. Их подкормили двое норвежцев и спрятали в сарае, но другие выдали немецкой полиции за 300 крон. Потом их судили, но не нашли состава преступления. На данный момент у меня вся информация от начала и до последней минуты жизни наших ребят. Жители города поставили памятник на могиле в 48-м году. Министерство культуры Норвегии к 9 мая обещало отремонтировать воинский мемориал. Марина Смарагдова, Максим Сушанов, Новости города. Городской телеканал покажет парад Победы в прямом эфире. На Советской площади планируется торжественное шествие частей Ярославского территориального гарнизона и показ военной техники. Во главе шествия по традиции поедут в том числе легендарный танк Т-34, автомобили проекта машины Победы и прославленные минометы «Катюша». Пройдет парад с соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора. Включайте городской телеканал 9 мая в 10.30. К памятной дате городской телеканал подготовил специальный проект «Ярославский ветеран». Известные в городе люди самых разных возрастов и профессий рассказывают о своих героях, участниках Великой Отечественной войны. 12 историй из уст потомков, трогательные свидетельства нашей коллективной памяти. Труженики тыла и дети войны, бесстрашные летчики, медицинские работники, моряки-подводники и пехотинцы – все они, каждый на своем месте приближали победу. С 26 апреля по 9 мая в эфире городского телеканала 12 искренних свидетельств, 12 серий о военных земляках. День Победы в 10.10 выйдет полная версия программы «Ярославский ветеран». Первая служба за 90 лет. Ярославская епархия пополнилась еще одной действующей церковью. Сегодня чин освящения Никола Тропинского храма совершил митрополит Вадим. В Ярославле появился престол в честь благоверных Петра и Февронии, покровителей счастливого супружества. Мои коллеги побывали на освящении. Под сводами 17 века звучит молитва в веке 21. Прихожанами храм еще не обзавелся, поэтому многие здесь впервые. Отсюда рукой подать до комплекса в Коровниках и Пороскевы Пятницы на Туговой горе. В лоно православие здание вернулось 20 апреля. За полторы недели успели очистить нижний храм от перегородок. Здесь в последнее время был продуктовый склад, потом пекарня. Это храм Божий, которым мы возносим молитвы о всех, где живущих. И не только молитвы. Это и училище благочестия, это и врачебница, куда люди приходят со своими скорбями и болезнями всякого рода и физическими, и духовными. Ощущение времени здесь особенное. В 1681-м в этом помещении находилось тело низверженного патриарха Никона. Он умер на корабле, следуя по Волге из изгнания в столицу. Иконы еще на полу. Среди новописанных есть и более ранние. По церковным преданиям здесь было несколько чудотворных образов. В том числе Петра и Февронии с частицами мощей и Николая Чудотворца. Нижний, когда-то зимний храм, освящен в честь благоверных Петра и Февронии, князей муромских. Много веков они считаются покровителями семейных уз. Работы много. Конечно, надо сказать, что все-таки здание в состоянии неплохом. То есть бывало им намного хуже, которые передавали храмы. Здесь, во всяком случае, стены хорошие, все есть, коммуникации есть. Поэтому основная наша задача превратить это здание обратно в храм. Придется потрудиться и над изучением старинной архитектуры, для чего, к примеру, эти дымоходы. На втором этаже еще недавно располагались офисы. Предстоит очистить все помещения от лишнего. Второй этаж появился в конце 18 века. Низменное место часто заливало в половодье. На окнах сохранились остатки фресок. На некоторых старательно стерты лики святых. Возможно, их удастся восстановить. Нижний храм, как свидетельствуют документы, был украшен росписями в золоченых клеймах. Не сохранилось ничего. Но есть немало приятного. Ракетчики подарили канон. Его как раз не хватало. Ремонт здания сделан в 2013. Последний собственник привел и фасады, и внутренние помещения в достойный вид. И тогда же оно было выставлено на продажу. Цена памятника Ярославского зоочества составила 39 миллионов. Благодаря меценатской помощи церковь вернули епархии. И в пасхальную ночь здесь состоится первая полноценная служба. Илья Барабанов, Марина Смарагдова, Максим Сушанов. Новости города. У ярославских верующих Страстная Пятница дата считается самой скорбной в церковном календаре. В этот день принято вспоминать крестные страдания и смерть Иисуса Христа. В соответствии с традицией Великую Пятницу в храмах совершается поклонение Плащаницы, плату с изображением тела Спасителя в том виде, в каком оно было снято с креста. В Успенском кафедральном соборе Ярославля Плащаницу вынес митрополит Вадим. Ее оставляют в середине храма в окружении белых цветов, читают над ней Евангелие и исполняют погребальные песнопения. Поклонение длится два дня до позднего вечера субботы. И за несколько минут до пасхального крестного хода Плащаницу вносят обратно в алтарь. Возвращаемся в прямой эфир новостей городского телеканала. О событиях пятницы вместе со мной Натальей Пиуновой рассказывают корреспонденты информационной службы. Сегодня Дворец пионеров отмечает свое 80-летие. В честь юбилея открылась выставка, посвященная многолетней истории самого первого учреждения дополнительного образования в Ярославле. Экспонаты, памятные фотоальбомы, музыкальные инструменты, модели судов, сделанные руками пионеров, личные вещи, награды. В теплой атмосфере гости вспоминали свою юность, которая прошла в стенах Дворца пионеров. Всем вручили красные галстуки – главный символ. Выставка разместилась в залах Музея истории города. Это символично. 80 лет Дворцу пионеров и выставка Музея истории города. Большая половина ярославцев прошла через эти стены. Разные кружки, разные коллективы. И сейчас вот эти бабушки, прабабушки, они приводят к нам сюда своих детей. Это интерес, польза, познание и добро. Как мне кажется, вот это отличает именно работу Дворца. Так было и в прошлом поколении, так и сегодня. Сейчас во Дворце танцуют, поют, занимаются спортом, изучают технику. И участвуют в спектаклях 2500 детей в возрасте от 5 до 18 лет. И хотя уже нет пионерии, но не стоит забывать, что в переводе слово пионер означает первопроходец. Смелость, желание быть первыми. Вот что отличает нынешнее поколение учащихся, отмечают педагоги. Дети стали другими, но они по-прежнему тянутся к добру. Все преподаватели горячо приветствуют это. Мой педагог мне нравится тем, что она подбирает мне очень хорошие песни, которые мне очень легко даются. Я руководитель детского театрального клуба «Сказка», ну и веду теремок сказок. Сказки такие, где действительно можно научить детей добру, труду, хорошему отношению друг к другу. Ну и, конечно же, я всем всегда желаю, чтобы над их домом было только мирное небо. Ярославль готовится к масштабному международному музыкальному фестивалю. Его артистический директор, звезда мирового уровня Юрий Башмет. Маэстро привезет в наш город великолепных музыкантов, профессионалов самой высокой пробы. В программе несколько премьер и редко исполняемые произведения. Марина Смарагдова узнала подробности. Каждый фестиваль – езда в незнаемое. В афише россыпи звезд, так что можно говорить о вселенной Башмета. Для меломанов маэстро старается приготовить вкуснейший набор знаковых произведений, имен, стран и инструментов. Репертар может удовлетворить любые музыкальные пристрастия. Начать можно с мировой премьеры оперы-оратории Александра Невский, которая написана Александром Чайковским, классиком современной отечественной музыки, посвящена 803-ю Александра Невского. Бренд на фестивале стал, по сути, новый жанр. В постановках участвуют не только оркестр, оперные певцы, но и драматические актеры. На этот раз ярославцам представят моноспектакль «Шекспир-Шостакович-Гамлет» с Евгением Мироновым в главной роли. С этим синтетическим жанром ярославцы встретятся не единожды. Новостей будет очень много. Будут коллективы, которые никогда не выступали на ярославских фестивалях. Это барочный оркестр Ле Муфати. Это камерный ансамбль солиста из Загреба. Это трио из Турции для любителей этнической музыки. Это знаменитый пианиц из Франции Давид Фре. Новое развитие получит своеобразная фишка фестиваля – пре-концерт. Благодаря таким встречам зрители не просто слушают произведения, но и узнают о его истории, традиции исполнения. Ярославцы не только благодарные зрители, но и активные участники. Хоровая капелла Ярославия участвует в трех концертах. В День Победы будет исполнен реквием Кузьмы Бодрова на стихи Робота Рождественского. Это замечательное сочинение. Оно не очень большое, но очень эмоциональное. Неделя высокой музыки. Так можно иначе назвать фестиваль. Маэстр уже 13 лет задорно подмигивает ярославцам с афиши. Марина Смарагдова, Василий Мосин. Новости города. И теперь к спортивной части выпуска. Ярославский локомотив продлил контракты с нападающими Степаном Никулиным и Русланом Обросимовым. С первым на три года, со вторым на два. Напомню, в минувшем хоккейном сезоне МХЛ Локас завоевал серебро. На церемонии закрытия Никулин признан самым ценным игроком чемпионата и лучшим бомбардиром. Об этом и не только гости авторской программы Илья Барабанова «Прайм» рассказали сегодня в эфире радио «Хит-ФМ Ярославль», входящего в медиахолдинг городского телеканала. Поделились форварды и планами на межсезонье. Думаю еще отдохнуть хорошенько и ближе к июню уже приступать к тренировкам. Считаю, что сезон все равно был положительным и то, что мы дошли до финала, то все равно другого стоит. Что касается молодежки, я думаю, на следующий год будет очень такой хороший коллектив, сплоченный. Думаю, могут без проблем дойти до финала. Если вы пропустили гостевой пятничный «Прайм» с Никулиным Ябросимовым в прямом эфире, послушать его можно и в записи на странице радио «Хит-ФМ Ярославль» во Вконтакте. Воспитанник школы Ярославского локомотива отличился на юниорском чемпионате мира, который проходит в США. В рамках группового раунда турнира сборная России победила команду Германии, вышла в плей-офф. Матч закончился со счетом 6-1. Четыре шайбы от россиян забросил Матвей Мечков. Всего в трех матчах чемпионата он заработал 7 очков. Сейчас Матвей – лучшие бомбардиры и снайпер лиги. С 9 лет юный хоккеист тренируется на базе школы локомотива. 30 золотых, 20 серебряных, 10 бронзовых медалей в различных категориях. Вот такой успех ярославских борцов. В Московской области завершился Кубок России под Хэквондо. В нем приняли участие 1300 спортсменов из 48 регионов. Наш город представили 60 борцов в возрасте от 7 до 17. Победа дала шанс шестерым ярославцам выступить на первенстве Европы. Оно пройдет в июле в Казани. Россия в этом году отметит 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Его имя знаковое для нашего Отечества. Торжества затронуты Ярославской области. Сегодня в эфире вновь спецпроект «Александр Невский 800 лет». Он выходит в новостях каждую пятницу. ЖСК «Кедровый заповедник». Они и сейчас целенаправленно пытаются принизить роль великого полководца в истории России, а с ним и русской православной церкви, канонизировавшей Александра в чине святого благоверного князя. Главным обвинением служат тесные и даже дружественные связи Невского с ханами Золотой Орды, которые действительно имели место в политике Александра Ярославовича. Но не стоит забывать, что собой представляла Русь того времени. Обратимся к известному российскому историку, археологу и философу Льву Николаевичу Гумилеву. В трагическом XIII веке, пишет автор, «раздробленные самостийные и слабосильные русские удельные княжества по определению не способны были ни врозь, ни вкупе дать сколь-нибудь серьезный отпор хорошо вышкаленным и привыкшим к беспрекословной дисциплине ордам степняков». Конец цитаты. Ордынцы, установив власть над Русью за любой намек к сопротивлению, карали быстро и жестоко. Сначала князей, а за ними их подданных, то есть простой народ. Так были казнены Михаил и Андрей Черниговские, Роман, Иван и Василий Рязанские, Михаил, Дмитрий и Александр Тверские и еще множество удельных правителей. Как бы кощунственно это ни звучало, их смерти оказались напрасны. Александр Невский разумно отверг заранее проигрышную тактику прямого противостояния Орде и начал искать компромисса с поработителями русской земли во имя ее сохранения и будущего возрождения. В житие святого благоверного князя автор приводит слова, сказанные ханом Батыем в 1246 году, сразу после встречи с Александром Невским. «Правду говорили мне о нем. Нет князя ему равного». Возможно, этаписец несколько приукрасил свой рассказ, но то, что отношения между грозным монголом и русским князем были более чем доверительные – факт, не подлежащий сомнению. Синоптики заявили, в завершающие дни апреля и начале мая столичный регион будет находиться под влиянием западных циклонов. Дожди на короткое время сменятся с солнечными периодами, а температура будет колебаться около и ниже нормы. Временами ветрено. Какой прогноз для Ярославля на субботу – узнаем сейчас. Здравствуйте! На городском телеканале «Время прогноза погоды». В студии Наталья Петрунина. Облачность на весь день прогнозируют синоптики. Ночью ожидается дождь, оставшийся день пройдет без осадков. Подробнее далее. Весна! Нам некогда лениться! На даче строим мы забор! Теплицу! Металлопроф предлагает! Профнастил! Металлический штакетник! Профильные трубы! Теплицы! Металлочерепицу! Звоните! 338-339! В субботу ночью в Ярославле облачно. Дождь. Температура 5 градусов. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. В субботу днем в Ярославле облачно. Небольшой дождь. Температура 11 градусов. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Влажность воздуха 51%. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. На этом о погоде все. До встречи завтра в эфире городского телеканала. Вестерны в советском кино почти не снимали. Материал требовал масштабной работы и было непонятно, с чего начинать. В результате Сурикова начала с Андрея Миронова, решив, что если актер не согласится на главную роль, то снимать она не будет. В субботу в 6 вечера и в воскресенье в 11 утра только на городском телеканале. В мире не было ничего, что могло бы вызвать страх в моем сердце. Сдается мне вам, это удалось. Я не пожалею оставшегося глаза, чтобы вновь испытать это. Человек с бульвара Капуцинов. В рубрике «Золотая коллекция отечественного кино» в эту субботу в 18.45 на городском телеканале. На сегодня у меня все. Наши новости также доступны на сайте gtk.tv и в пабликах городского телеканала во Вконтакте, Фейсбуке, Инстаграме. В студии работала Наталья Пионова. Хорошего вечера, приятных наступающих праздников и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.